Заключительный день фестиваля детской книги прошел у Дворца культуры. На празднике подвели итоги конкурса рисунков по мотивам произведений Корнея Чуковского. Также с люберецкими школьниками встретился современный детский писатель Андрей Слоников. Можно какую-нибудь научную книгу? Можно научную книгу, можно художественную, а можно и с картинками. Это же фестиваль детской литературы. Место, где рушится стереотип о том, что современные дети не читают. Читают и с восторгом приветствуют писателей на сцене. Но и нынешним авторам нужно отдать должное. Знают, как увлечь публику. Выступления детского поэта Андрея Слоникова и стихи, и шутки, и песни – разве что не цирковые фокусы. Дельфины, как дети, играют с мячом и прыгают в небо и машут хвостом. Организатором фестиваля детской книги уже который год выступает Люберецкая Есенинская библиотека. Говорят, хранят традицию с 1943 года. В то тяжёлое военное время для детей в России впервые сделали такой праздник. Мы всегда стараемся приурочить к этому периоду обязательно дату какого-то известного, хорошего, настоящего детского писателя. В данном случае это 135 лет исполняется Корнею Чуковскому. Во всех Люберецких школах прошёл конкурс рисунков по мотивам произведений Корнея Чуковского. Лучших художников, авторов Майдадыры и Цокотухи в акварели и гуаше наградили в заключительный день фестиваля. Я люблю читать книги Чуковского и ещё изредка читаю книги Пушкина. Я люблю читать сказки Корнея Чуковского и новые познавательные стихи. У меня дома много книг, я их все не запомню. Но я люблю читать. Сегодня праздник детской книги имеет международное значение. С 1967 года он отмечается во всём мире 2 апреля. Эта дата приурочена ко дню рождения ещё одного детского писателя Ганса Христиана Андерсона. Яна Яковлева, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.